Всем привет! Сегодня мы в ботаническом саду. Мы приехали смотреть цветение сакуры. Это незабываемое зрелище, и я вас сегодня буду угощать именно этой красотой. Итак, пойдёмте смотреть. Сегодня 19 марта. Самое утро. Мы приехали к открытию, и практически парковка уже вся полная. Вот вы видите, очень много людей. Потому что пропустить такую красоту просто невозможно. И температура сегодня примерно 14 градусов сейчас. Такой свежий ветерочек. Но я думаю, что днём будет очень тепло. Небольшая незадача. Мы зашли на территорию, уже показали наши билеты. И видите, самое красивое место. Конечно, ещё много разного цветения в разных местах. Но здесь вот такое скопление просто красота. И всё огорожено. Вы не можете пойти и посмотреть. Потому что здесь делают новое покрытие. Но зато мы можем видеть, как его делают. И это тоже очень важно. Это покрытие, я вам уже рассказывала о нём. Оно, видите, такое твёрдое. И оно не рассыпается. Но при всём при этом оно пропускает воду. То есть оно в себе совмещает свойства и гравия, в котором оно является. И свойства асфальта. То есть по нему ходить удобно, удобно ухаживать. Но тем не менее оно очень хорошо пропускает воду. Видите, внизу мембрана, которая тоже пропускает воду. Этот процесс, видите, заинтересовал не только меня. Но смысл заключается в том, что к гравию добавлен рейтинг. Это типа эпоксиды. Перед этим я говорила с работниками сада. И они сказали, что вот это покрытие, которое было до этого, не работает, когда такой большой проток населения. И они решили сделать твёрдое. И вот вы видите, эта часть уже сделана. А на другой стороне просто всё было подготовлено под мембрану. Там используется переработанный мусор от строительных работ. То есть его мельчат почти до крошки. И выравнивают поверхность. Потом уже мембрана. И на мембрану уже вот этот гравий вместе с эпоксидкой. Но вот это покрытие, которое они заменили, то есть это ячейки и в них гравий. Он вполне-вполне подходит для садов, которые поменьше размером и где нету такого большого количества проходящих. Просто они столкнулись с тем, что, во-первых, гравий всё равно немножко рассыпается. И им неудобно следить за чистотой сада. И второе, что, естественно, при большом потоке эти вот ячейки обламываются немножко. Посмотрите, как жёстко выстрекли хибискус, чтобы он держал свою форму. Работа в саду продолжается круглый год. То в одном районе, то в другом. И вот ещё посмотрите, что происходит в труду в главном, где самая большая коллекция лилий. Они здесь бесподобные абсолютно в период цветения. То есть здесь практически все оттенки, которые только бывают, очень красиво. И вот вы видите, как устроено это всё. То есть они растут в специальных контейнерах и спускают в воду, чтобы всё проверить, подсадить, если нужно, промульчировать гравием. В общем, вот сейчас ведутся как раз все работы в этом месте. А вот, ребята, не только саду. Эти луга весенние – это что-то абсолютно неповторимое. Я рада, что мы приехали именно сегодня. Мы ещё захватили цветение крокусов. И обратите внимание, как они посажены. То есть это органические формы. И есть возможность траву между ними косить. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И посмотрите, какие здесь сакуры Дима Торзок И еще такой день солнечный И вот этот нежно-розовый цвет На фоне ярко-голубого неба С огромными шмелями летающими Вот это магия природы, ребята По-другому не назовешь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прекрасная комбинация и фобия, и сакура Очень хорошо смотрятся вместе И как мы видим, все деревья зацветают постепенно Одни раньше, другие позже Так что вот этот сезон цветения Он еще продлится какое-то время И будет радовать людей И вот видите, уже на сирене Мы можем видеть соцветия Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а как вам вот это магнолия? Магнолия Просто музыка Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, цветы вот на этой красной камере Они просто нереально огромные Сейчас я вам покажу, просто рядом руку поставлю Посмотрите, они реально с ладонью Свет и форма просто потрясающие И за ними уже другая камень, просто усыпанная более мелкими, нежно-розовыми цветами Ребята, мы пришли показать вам цветение сакуры и утонули Реально утонули в цветении, потому что такая красота кругом, такое разнообразие Повторю, сегодня 19 марта Посмотрите, фритилария империалис во всей своей красе уже цветет Камелия, магнолия Орнаментальные вишни В общем, такое впечатление, что цветет пол сада Причем цветет не просто скромненько, а просто кричит, кричит Посмотри на меня, я красивее, нет, я красивее Ну, примерно как-то так Морозник все еще цветет Медуница тоже цветет вовсю Посмотрите, камелия за ней потрясающего цвета Даже трудно объяснить Розово-лиловый рододендру И дальше очень красивый тоже красный цвет Такой красный, винный, с желтой серединкой Камелия, белая камелия Розовая камелия И просто-просто коврик из цикламенов И все это купается в мартовском солнышке Посмотрите, какая красота кругом Я не могу подойти ближе, потому что, видите, еще заплатки на газоне Его ремонтируют к сезону Вот эти белые цветущие деревья Это не сакуры Это магнолия стелата Она уже вовсю цветет Я вам покажу ее в других местах И посмотрите еще вот на эту магнолию Она уже начала осыпаться Если вы смотрите меня постоянно В том году мы гуляли по Винкверс Арборейтум И там женщина собирала лепестки Потому что их можно употреблять в пищу Их, в общем-то, и маринуют, можно сказать И употребляют свежими И на вкус они такие остренькие Как бы с перчиком Даже точнее сказать Больше похоже на имбирь И из них делают также варенье, джемы В общем, это вот интересная такая деталь И можно будет попробовать Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вообще скимия очень хорошо растет в горшках. У меня, например, в саду они в горшках и в земле тоже есть. И можно найти кусты разных размеров, то есть может быть и большие, и очень компактные. То есть он подойдет для любых видов сада, от маленьких до больших. Эта адзолея только начинает свести, и на ветках видны лепестки опадающей магнолии стелады, которые на ней. Я всегда говорю, что все кислопочвенные магнолии, камелии, додендры, они все-таки растения второго яруса. Потому что, видите, даже на довольно большой магнолии все равно есть еще более высокие деревья. Но, наверное, это не относится к магнолии груди флоре, потому что это действительно очень большое растение. Но оно в нашем климате, в общем-то, нуждается в протекции. То есть его сажают в основном около стеночек, чтобы как бы стенки подогревали. Да, я сама удивилась вот этому цветению лаватеры, но верь глазам своим. Посмотрите, как классно смотрится и фобия. Вот это растение, мне кажется, должно быть вообще в каждом саду, потому что, ну, практически ноль ухода. Вы обрезаете только цветоносы, когда цвело все. И посмотрите, насколько он архитектурен. Какие листья, какие цветы. И его можно использовать по-всякому. Можно его использовать и для зеленых изгородей, вот как здесь. Можно использовать и на третьей линии, потому что растение достаточно высокое. Вот, ну, примерно метр пятьдесят. Да, это бетфери. Да, действительно, вкус у лепестков магнолии такие вот, или как с перчинкой, или как имбирь, что-то такое остренькое Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok